Всем привет, друзья! Меня зовут Слава, мистер Фрэнки, и это обзор Bitwig Studio совместно с магазином MusicMag, который, кстати, совсем недавно стал официальным представителем Bitwig Studio в России. Данная программа представляет из себя комплексные решения для записи, создания электронной музыки, а также живых выступлений. Немаловажной особенностью этого софта является то, что он работает на трех платформах, это Windows, Mac и даже Linux. Команда Bitwig — это всего лишь 9 человек, трое из которых являются разработчиками. Один из них был разработчиком синтезатора Search от Vember Audio, и еще один разработчик был у истоков компании Ableton Live. Отсюда, кстати, и наследственность эргономики, и некоторых концептуальных решений. Ну и начнем мы с интерфейса. После открытия программа встречает нас стандартным рабочим столом для аранжировки и инспектором слева. В инспекторе мы всегда имеем возможность видеть дополнительные настройки к трекам, MIDI-клипам, аудиоклипам и девайсам. Он также может быть скрыт или перенесен в правую часть экрана, если покопаться в настройках. Имеется режим лаунчера для живых выступлений, который легким движением руки превращается в продвинутый микшер, в котором можно отображать инсерты, входы-выходы, посылы, кроссфейдер. Соответственно, и присутствие микшера, в свою очередь, можно свести на нет, отдав это пространство полностью под лаунчером. Есть полноэкранный режим Piano Roll, с которого нам доступна панель девайсов, сам микшер и панель редактирования автоматизации. Но одной из главных особенностей Bitwig Studio является горизонтальный лаунчер, который можно открывать непосредственно не на весь экран. То есть брать клипы и экспериментировать с вариациями стало еще проще. Мы можем во время воспроизведения нашей аранжировки подкидывать, что называется, дрова в печечку. Также можно создавать целые сцены и без проблем копировать их в аранжировку и обратно. Ну и конечно же его можно открыть на весь экран. Перейдем к браузеру. В браузере есть все необходимые нам вкладки с инструментами, сэмплами, ромплерными инструментами, вкладка для музыки, если вы диджей, ваша коллекция клипов, общий браузер системы и настройки. Хочу отметить, что установленные плагины обновляются в реальном времени. То есть, если вы закинули VST в системную папку, она сразу появится в браузере и нет нужды не то, что перезагружать хост, не нужно даже обновлять плагины. Далее есть вкладка с информацией о проекте, с заметками, использованными файлами, в том числе утерянными или файлами, которые хранятся где-то вне вашей библиотеки, и использованными плагинами. Здесь есть интересная вкладка, которая отображает конфликт версий плагинов. Допустим, вы сделали проект на одном компьютере, пришли на другой компьютер и видите, что версия какого-нибудь лимитера не совпадает с текущей версией. Соответственно, программа предлагает вам заменить этот плагин, но оставляет это решение за вами, так как вы можете потерять какой-то ценный патч из-за несоответствия версий. И вкладка с недоступными плагинами. Еще одна системная панель позволяет вам переключаться между разными выходами, обозначать выход на наушники, если, опять же, для диджейнга, заменять функцию кнопки соло на функцию предпрослушки. И снизу под настройками аудио находятся настройки ваших контроллеров. Если разработчик скрипта предусмотрел какие-то продвинутые настройки, все они будут доступны именно здесь. И, конечно же, есть возможность работы с несколькими проектами, в том числе и копирование контента. Едем дальше. Рассмотрим инструменты и эффекты, которые есть в нашем распоряжении. Начнем с того, как мы можем добавлять инструменты. Если речь идет о встроенных инструментах, эффектах, утилитах, то все устройства доступны по клику на этот плюсе, который появляется после каждого устройства. Достанем синтезатор PolySync, который, кстати, является младшим братом синтезатора Search. Заострять внимание на самом синтезаторе я не буду, а вот о так называемых гнездах мы вкратце поговорим. Почти в каждом устройстве Bitwig Studio есть гнезда, в которые мы можем загружать дополнительные плагины, в том числе и внешние VST-модули. Для того, чтобы иметь возможность сохранять пресет синтезатора непосредственно со всей обработкой. И гнездо для миди-эффектов. Сюда же можно загрузить как родные, так и сторонние эффекты. Кстати, встроенный арпеджиатор имеет одну любопытную функцию. Он умеет следовать за общим грувом проекта. Помимо того, что мы можем сохранять эти патчи вместе с вложенными инструментами, мы можем заниматься модуляцией этих инструментов. Как это работает? Встроенная в синтезатор LFO вполне себе без проблем может модулировать плагины, которые были вложены в эти гнезда. Ну и куда же без ретриггера? Еще одной крутой фишкой Bitrix Studio является встроенный бридж плагинов, которому без разницы, 32-битный сайлент вы загружаете или 64-битный контакт. Они могут вместе без проблем существовать даже в одном лейере. Но более того, этот бридж имеет систему защиты от падений. То есть, если с вашим плагином что-то пошло не так, то он скромненько себе упадет один, никак не повлияв на работоспособность программы. Как только вы замечаете пропажу, вы можете перезагрузить этот плагин отдельно, либо всесторонние VST-модули сразу. И что самое важное, что ни один патч не будет потерян. Теперь кратко пробежимся по остальным типам устройств. Ну, с аудиоэффектами, я думаю, всем все понятно. Хотя, например, встроенный компрессор имеет возможность загружать в себя другие устройства, для того, чтобы корректировать сигнал боковой цепи. Из этого можно изобрести очень интересный DSR. Но также здесь имеются и контейнерные девайсы. Что это такое? Это устройство для создания лейеров, каскадов инструментов, параллельных и последовательных обработок, или даже деление на mid-side составляющий сигнала. То есть мы можем загрузить эквалайзер для редактирования mid-составляющей, side-составляющей, отдельных частот. Например, я всегда для басов загружаю компрессор только на нижнюю составляющую, чтобы сайчинить или просто уплотнить низ. В то время как серединку можно обработать стереорасширением, а верха оставить девственно чистыми. И самое интересное это контейнеры XY инструмент и XY эффект. Перед эфиром я специально создал патч, чтобы продемонстрировать вам всю крутость этого девайса. Здесь есть 4 окна, в которые мы можем загружать бесконечное количество цепочек, обработок, инструментов и так далее. И обрабатывать их, естественно, в рамках каждой ячейки отдельно. В первой ячейке я загрузил ноту баса. Во второй ячейке эта же нота на 2 октавы выше. В третьей ячейке на 3 полутона выше. И в четвертой на 7 полутонов. Что у нас получается? Панель макро позволила назначить мне нужные параметры. Еще одной маленькой, но очень приятной особенностью являются индивидуальные огибающие питча каждой ноты. Теперь перейдем к аранжировке в Bitwig Studio. В любой момент мы можем схватить клип любого нашего инструмента и сделать баунс. Причем вариантов у нас два. Сделать баунс на новую дорожку или сделать баунс уже на имеющуюся дорожку. Таким образом мы превратили наш драмрэк в партию ударных. Но прошу заметить, что дорожка превратилась не в аудиодорожку, а в гибридную дорожку. И наш драмрэк находится все еще там, где он был с самого начала. С таким же успехом мы могли сбаунсить лишь часть нашей партии. И бесцеремонно вломиться в клипы и натворить там делов. Ну и баунс на отдельную дорожку позволяет нам делать баунс префикс, префейдерный, постфейдерный. Или выбрать непосредственно после какого эффекта обработки нам нужно выбрать наш сигнал. Я сделаю префейдерный. А уже отработанный инструмент, если вы опасаетесь за свою жизнь, можно просто деактивировать и скрыть. Редактировать этих парней можно одновременно, пользуясь как функциями гибридных дорожек, так и функцией многослойной редакции. Вот так выглядит миди и аудиоконтент на одной дорожке. Мы можем переключаться с редактирования миди на редактирование аудио. Без проблем мы можем отобразить здесь же вторую дорожку, перейти в полноэкранный режим, выбрать режим стретча, выбрать режим огибающих громкости, в общем бесчинствовать по полной. Можем даже отдельно взятую миди партию подсветить сэмплом с другой дорожки. Ну и в качестве десерта посмотрим на панель огибающих автоматизации. Она доступна как отдельной панелькой, так и в режиме полноэкранного редактирования клипа. Здесь также доступен последний пощупанный параметр, и вы непосредственно в режиме пианорован можете начать редакцию. Все изменения сразу отображаются в аранжировке. Ко всей огибающей аранжировке можно нарисовать огибающую влияние восполняющую и удаляющую. На сегодня это все, что я хотел вам показать и рассказать о Bitwig Studio. В следующих уроках мы будем углубляться в этот процесс более подробно, как в автоматизацию, так же я хочу обязательно рассказать вам, как Bitwig Studio работает со всеми известными контроллерами и вообще каков принцип работы с контроллерами. Ну и напоследок приглашаю вас на сайт магазина MusicMag, на канал MusicMag, на YouTube, на свой канал и в нашу группу Bitwig Studio ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а на сегодня все, до новых встреч, пока!